Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного пособного хозяйства. И сегодня я расскажу вам о том, как задекорировать приствольные круги с пользой для деревьев. Для чего же нужен приствольный круг и что это такое? Приствольный круг – это участок на земле под деревом, равный примерно диаметру кроны. Конечно же, кроны могут быть очень большими у взрослых деревьев и приствольные круги не могут быть таких огромных размеров. Поэтому со временем приствольный круг делают поменьше, но у взрослых деревьев он должен составлять не менее полутора метров в диаметре. Многие скажут, зачем вообще нужны приствольные круги, ведь в лесу деревья растут и без них. Однако сад – это же не лес, за ним нужен хороший уход, чтобы получать урожай. Через приствольные круги выполняются многие работы. Это и подкормка, это и рыхление, это и поливы. А еще приствольные круги защищают деревья от сорняков. Особенно это актуально для молодых деревьев, у которых корневая система еще небольшая, а сорняки будут отнимать много сил и питания. Приствольные круги можно декорировать с помощью различных материалов. Это может быть кора, это может быть какая-то мульча, какая-то отсыпка из щебня, например. Это могут быть различные почвопокровные растения. Однако я хочу рассказать о тех растениях, которые не только украсят приствольный круг и ваш сад, но и улучшат развитие и рост растения, обогатят почву и избавят от вредителей. Какие же растения можно использовать для дерева? В первую очередь это, конечно же, любимые всеми бархатцы. Бархатцы будут отпугивать многих вредителей, улучшать состояние почвы, будут расти даже в полутени. Они очень неприхотливы и цветут весь сезон. Второе растение это календула. Календула, так же как и бархатцы, отлично оздоравливают почву и отпугивают вредителей. А самое замечательное в календуле то, что ее, посеяв один раз, не нужно больше сеять. Она дает каждый год отличный самосев и ваши приствольные круги всегда будут засеяны цветами. Третье растение это фацелия. О ней недавно я выпускал ролик. Фацелия может быть не только сидоратом, но и декоративным растением. Во время цветения она очень нарядная и декоративная. Фацелия также оздоравливает почву, улучшает ее структуру. Фацелию можно высевать в приствольные круги, так же как и любые подходящие цветы. Все три растения это однолетники, а значит после цветения их можно порубить и заделать в почву. Деревья будут за такую подкормку благодарны. Нужно отметить, что в приствольные круги можно высаживать и другие растения, например многолетники, которые имеют небольшую корневую систему, чтобы не забирать много питания и влаги у дерева. Какие же растения можно посадить около яблони или другого плодового дерева? Это в первую очередь луковичные растения. Это могут быть нарциссы, крокусы, тюльпаны, либо гиацинты. Такие растения имеют небольшую корневую систему и зацветают ранней весной, когда на деревьях еще нет листьев, а значит таким цветам будет хватать солнца в достатке. Еще одно луковичное растение, которое я рекомендую и оно лучше всего подходит для посадки под деревьями, это рябчик. Ведь как известно рябчик отпугивает с участка грызунов, поэтому смело высаживайте луковичные под кронами деревьев. Следующее растение, кстати вот они посажены у меня под деревом, это примула. Примула затветает также ранней весной. Если высаживать примулу на участках с открытым солнцем, то летом оно может подгорать. Например, под деревьями летом у нас тень и примула отлично растет, не подгорает. А еще примула приманивает в сад различных насекомых опылителей, особенно ранней весной, когда в садах и на полях в лесах еще совсем нет цветов. Поэтому также рекомендую высаживать это растение. Нужно отметить, что под деревьями можно высаживать не только цветы, но и пряноароматические травы. Например мяту, душицу, кориандр или петрушку. Такие травы будут отпугивать своим запахом вредителей. Ну и конечно к столу никогда такие травы не помешают. Они всегда понадобятся на кухне. И напоследок одно из моих любимых растений. Это конечно же матиола или ночная фиалка. Растение это небольшое, однолетнее, цветочки у него невзрачные, но ценится оно конечно же не за свой вид. Ценится в первую очередь за свой аромат, ведь ночью сад наполняется сладким ароматом душистых цветов. Матиола выделяют определенные фитонциды, которые отпугивают многих вредителей. И в первую очередь муравьев. А как известно, муравьи разносят по саду тлю. Поэтому также рекомендую посеять матиолу в приствольных кругах. Приствольные круги поистине могут стать украшением вашего сада. Просто нужно приложить немножко усилий. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok